В среду глава Копейского городского округа пригласил на чай юных спортсменов. Копейские тхэквондисты триумфально выступили на всероссийских соревнованиях, которые проходили в Магнитогорске в течение трёх дней. Седьмой всероссийский турнир по тхэквондо «Братишка» имеет достаточно большую популярность среди спортсменов. Посвящён он памяти воинов, павших в горячих точках, на приз журнала подразделения специального назначения. В этом году в соревнованиях приняли участие более 800 участников в возрасте от 10 до 17 лет. По итогам соревнований золото в тяжелейшем, но в самом красивом бою на турнире принёс в копилку Копейской школы Хамид Юсупов. Серебряные медали у Ангелины Шарстобитовой категория «Дети» и Базаевой Насте категория «Хумсен». Бронзовые награды завоевали Альбина Шамсудинова в категории «Дети» и Юлия Чаус в категории «Кадеты». Я занимаюсь четыре года. Меня туда мама дала. Я пообещала своему тренеру, что я буду заниматься до конца своей жизни. Мне было не страшно, потому что это уже какой раз я выхожу. Но девочки были достойные. У меня второе место – серебряная медаль. Но мне не нравится, потому что мне всё-таки серебряная. Мне больше золотую хотелось. Будешь бороться за неё? Буду. На следующей неделе поедем в Тюмень. Я там обязательно должна выиграть золотую медаль. Поездка на соревнования стала возможной благодаря помощи администрации города. Вячеслав Истомин на встрече с призёрами добавил, что и дальше будет поддерживать этот вид спорта в Копейске. Школа «Текландо» у нас давно существует в Копейске. И это давние традиции. И за уже более 15 лет, которые школа работает, она воспитала очень много чемпионов как международного, так и российского уровня. И это, прежде всего, заслуга тренерского состава, заслуга родительского коллектива, который всячески помогает школе. Ну и мы чем можем, администрация города показывает как и бюджетными средствами, так и привлечением спонсоров, неоднодушных людей, которые помогают школе. Два года назад было куплено оборудование, татами, силами родителями был отремонтирован зал. Вот такая совместная работа сейчас позволила сделать центр подготовки, тренировочный центр. И результате даёт хорошие успехи на международных и всероссийских соревнованиях. Эта помощь будет продолжена. Конечно, Копейску не хватает универсального спортивного зала, где мы планировали бы центр одиноброса, где бы и боксеры, и тэквондисты, и дзюдоисты могли найти себе пристанище для того, чтобы показывать тренироваться и показывать хорошие результаты. Поэтому эта работа ведётся, и я думаю, что всё у нас получится. После соревнований организаторы сделали Копейской школе тхэквондо интересное предложение. В следующем году перед проведением чемпионата мира провести в Копейске грандиозные показательные выступления корейской сборной.